В 1986 году Зинура была одной из многих, кто отправился помогать ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии. Тогда, 26 апреля, на атомной электростанции взорвался реактор. 30-летняя Зинура приехала в Припять через несколько месяцев. Работала в столовой, поваром и жила в непосредственной близости от разрушенного 4-го отсека АЭС. Жили там в Припяти, общежитие, ну не общежитие, а там квартиры, все заброшенные квартиры. Вот нам выделили там комнату с девочками, и вот мы там жили. До 10 работали, 10 приезжали, после этого, естественно, ужинали, спать ложились, 4 вставали и обратно на работу. Двухнедельные работы в зоне отчуждения в ноябре месяце прошли для женщины без вреда для здоровья, чего нельзя сказать про десятки тысяч ликвидаторов аварии. Те, кто приезжал в первые дни после взрыва, были обречены на радиационное облучение. Среди них были и нижнекамцы. 120 из них уже ушли из жизни. И все эти люди, и ныне живущие, и безвременно ушедшие, делали самое главное. Они продвигали нашу страну вперед. И по большому счету об этом мало сейчас говорят, но то, что вся Европа хорошо себя чувствует, есть и наша заслуга. С момента аварии прошел 31 год, но, как и всегда, 26 апреля памятник жертвам техногенных катастроф усыпан цветами. Приходят не только чернобыльцы, но и пострадавшие на маяке, работавшие на Семипалатинском полигоне, на атомных подводных лодках. За это время многое было переосмысленно и учтено. Страшные ядерные уроки для мира не прошли даром. Анастасия Попова, Ренат Харасов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова